Дай почитать. Сознательно любим то или иное место. Почему некоторые места провоцируют у нас психические расстройства? Почему нам так хочется жить в маленьких, уютных домиках или, наоборот, многоэтажных новостройках? А возможно ли, чтобы технологии изменили наши отношения с пространством? Колин Эллард своей книгой «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» доказывает важность такой профессии, как психогеограф. Удивительное открытие 21 века. Согласитесь, что не стоило бы позволять архитектору беспрепятственно строить любые сооружения, которые придут ему в голову. Ведь важнейшую роль должны играть люди, часть всей урбанизационной системы. Книга сосредоточена на важной проблеме установления гармоничных связей с окружающей средой и влиянием новых технологий на понимание пространства, окружающей среды и самих себя. Колин Эллард предрекает, что скоро мы сможем надеть на себя множество различных устройств. Головные дисплеи, киберперчатки, очки дополнительной реальности, которые позволят нашему драгоценному «я» перенестись куда угодно, приобрести новые размеры, формы и побывать в любом месте. Вот так существует бесконечное разнообразие подходов к пониманию того, как происходит взаимодействие людей и зданий. Но, к сожалению, я надеялась благодаря этой книге больше узнать об архитектуре и урбанистике. Но среда обитания больше про психологию и исследования, проводимые в этой области, которые мало чем связаны с архитектурой. Книга местами заунывная, бродящая по кругу, совсем не энергичная и духоподъемная. Но для тех, кто не профессионал и интересуется дизайном, это любопытная книга про ведущих архитекторов, про оккультовые сооружения, про влияние политики на архитектуру, про высокие технологии. В целом, это интереснейшее исследование о влиянии архитектуры на человека, о психологии города и изменении структуры человеческого тела при взаимодействии с архитектурой. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!